Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 95. Вопросы и события дня. 15 марта 2016 года. Вот это мы сейчас считали, не будем считать, сами прочитайте, о чем речь идет. Кругом измена, трусость и обман, это везде сквозит, поэтому к этому возвращаемся. Будет говорить, так, а это чтобы не ВКонтакте, нигде мне вопросы не задавали, а не бывают там, а перекидывали прямо на форум. Ну и объявление, чтобы краткое содержание роликов. Просят люди, я не успеваю, кто-то помогает, уже 4 человека, но надо больше, роликов много. Просчитайте, вот я продергиваю, о чем речь идет. Ну и вот это все. Дальше. Вот это на нашем сайте, в сайт, это форум, в сайт, не форум. Вот эти вот какие-то, это в аудио, там, в книге. Перевезет в эти надо систему, или как их назвать. Ну и занятия идут. Посмотрите Сергею, звоните, там кого-то и прилепит. До 9 видео видно, а после 9, больше 9 человек когда, только аудио. Иначе деньги платить надо. Дальше. Александр Ильченко. Мир Божий вам, Игнатий Тихонович. Когда у вас будет время, посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик. Невероятная смелость православного священника. Вот ссылка. Я уже до этого смотрел. А потом еще раз пришлось посмотреть дальше. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу сказанного в этом ролике. Возможно, вы расскажете об этом ролике и на своем YouTube-канале «Во свете Библии». Ну, это можно заведеть в YouTube. Он так и называется. Невероятная смелость. Никакая там невероятная. Для священника это невероятно, действительно. Он идет по вагону, как мы делаем. Ко нас за это клеймили. А сейчас по маленьку начинает. Уличный проповедник. И начинает говорить о свечках, о яйцах, которые в церкви. Это не вера. Вера этого Христа. Ну, говорит хорошо, но непонятно, московская патриархия или нет. Да, да. Но это надо узнать. На Украине. На Украине. Иногда выходят, которые выступают вот где-то. А потом узнаешь, а они к каким-то другим юрисдикциям относятся. Ну, вот. Ну, как говорит слава Богу о Христе. Говорит громко. Ну, и благослови его Господь. А вот, оказывается, невероятная смелость. Ну, это вообще для православных действительно проспали все. К тому придете, о чем мы говорим. Вам никуда нельзя будет идти. А это что где-то сегодня там говорят непонимающие. Мирские люди к церкви там лепятся. Дальше. Роман Ромашов. Миром, Игнатий Тихонович. Возможно, будет вам интересно о Восьмом Соборе. О священниках с КГБ-кличками. Вообще состояние нашей РПЦМП. Да вообще всех верующих, стектантов и прочих церквей. Кавычки. Вероучения желающих объединения в одну церковь. Ролики длинные, час 30, другой полчаса. Анаксио, всеправославный, восьмой собор, о волках в речи шкурах. Вот Анаксио, это название такое ролика. Ну, по-русски зарядите. Ну, пришлось посмотреть, ну, просят. А это вот второй анти где-то. И там они хорошо показали, как на мясокомбинате специальный козел, которому кусочки сахара дают. Ну, скотина-то боится идти, а он впереди идет у него на рогах колокольчики. И за ним идут, а дальше показывают, как их уже убивают скотину, обдирают и прочее. А он разворачивается в новую партию лошадей, коров ведет всех впереди. И они за ним все идут. А потом показывают, как его уже вздернули, и с него и рога на память оставили. Какой по счету был. Ну, это означает все эти агитаторы, которые к объединению там. Вот сегодня он патриарх, а завтра его, говорит, знать никто не знает. Ну, кто знает митрополита Сергия, Пимена? Даже вообще, по разным только анекдотичным случаям. Вот так. Вот это зарядите прямо по-русски в ютубе, и уже найдете, посмотрите. Ну, нужно сказать, что сильно составлен ролик. Особенно вот на скотобойне где-то, на мясокомбинате. Впечатляет. Долго смотреть, но стоит того. А мы только об этом говорили, а они сделали прямо на мясокомбинате. Дальше. Ну, это против меня. Мой ролик утащили, и вот так они его сделали. По таким названиям. Ну, и теперь, ну, что были, ходили мы на прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье. А на них не действует, на клеветников, тому проще. И они там обо мне изгаляются. Он пришел, там, и Иуда, еще только не говорят где-то. Почему? А они часто причащаются, им все прощается. Частое причащение доводит до полного безумия. И что они там говорят? Ну, зарядите в ютубе, вот оно где есть. И посмотрите. Там где-то что-то отрывает. Даже на мытарствах не разрешают пройти. Сразу в ад. Понять? Это не прелесть, не гордыня. Тут даже сатана этого не говорит. Это что-то выше. Что? Частое причащение. Или где-то они в миссионерских отделах. Вот это вот. Это две дыры в преисподней. Какие миссионерские отделы? Дух Святой сошел на людей и пошли по всему миру. А вот надо задействовать, зарплату получать. Ни стыда, ни совести нет. Ну, смотрите, сколько у сектантов ездят по всему миру. Какие отделы? Кто пойдет? Встали, кто пошли. Даже уж миссионерскую работу. И так вот ее сделать, что она делается совершенно не христианским делом. Это Дух Святой побуждает. Давайте отдел создадим писать книги. Во всем мире нигде писатели не учат. Только один в России был институт имени Горького. Почему? Бездарность. Учат, как писать попреки совести. Писать по курсу партии. Вот для чего учат. Так и это отдел, для чего. Его учат. Говорит только так. Вот эти рамки, что мы перепортили. Вот под это православие все и гоните. Вот для чего. Они делаются бешеными, сумасшедшими буквально. Что они говорят, что делают. Ужас один. А что, распустить все эти отделы? Избрать каких? Изведанных. В Духе Святом. Как избирали диаконов. Хлеб раздавать и то в Духе Святом. Здесь ничего нет. А проверяется как? Ну, наверное, Сталину. А тут, наверное, Гитлеру. Вот здесь, наверное, и здесь тоже, наверное, патриархии. Наверное, там секти какой-то. Дух Святой делает миссионером, писателем или кем-то. Если духовный ты писатель. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Такую новостью радостно хочу поделиться. Вчера и позавчера в конце службы подходят ко мне две разные сестры с наших занятий с вопросами. Как на то-то и тот отвечает Библия? Вот понимаете, вот это уже занятие. Вот я когда сидел в камере отдельно, ну и что-то спрашивает. Когда я не молюсь, там были у меня такие моменты, я свободен. Ну и начинает спрашивать. Ну а я отвечаю, как по Библии. Ну что вы из Библии, эта бумага все терпит. Но проходит один день всего. А сижу в камере, отсадили, называли нас камерой академиков. В тюрьме было. Это преподаватель второй группы космонавтов и Сивер, директор рыбокомбината. У кого-то там космонавты, там все обитали, приезжали. А что там в этой книге написано? Как-то заедало клопами. Сейчас не помню, кажется, это было в Новокузнецкой тюрьме или в Кемеровской. Вот из этих двух где-то клопов моря и падают сверху на тебя. Не знаешь, где спрятаться. А в которой лежишь бетонная и сделана с краплениями красненькими. Не видно, где клопы, где эта красненькая крошка там марамарная где-то. И вот меня к милиционерам откинули, и один милиционер, майор, отдельная камера для милиции. И меня туда перекинули на несколько дней. Ну, я не уголовник, поэтому там это КГБ все делало. И вот один задает вопрос, а как у вас вот это так? Сразу именно по Библии отвечаю. Он вот так вот лежит, жену зарезал. Она изменяла ему там. Вот здорово придумано у вас. Опять вопрос, долго лежит, думает, вообще неуязвимо. Вот понимаете, как у вас все это обдумано? Я говорю, а что обдумано? Только святой дал книгу нам. У меня Евангелие с тобой, и я им считал. Вот так. Юрий отвечает. Вот я говорю, и когда говорят, что в Библии написано, это уже началась работа. Мои знания священописания по большому счету уровня младшей группы детсада. Но я вас благодарил Бога за это. Эти сестры за два неполных года наших занятий сумели расслышать главное, основную установку, о чем я, по милости Божьей, повторяю на каждой встрече. Нет ничего выше авторитета Святой Библии. Слово Бога. Современно повторяет. Вы задаете вопрос, а я буду отвечать по Библии. Ничего важнее Слова Божия нет. Вот я сейчас увеличу даже, чтобы было видно. Вот как. Нет ничего выше авторитета Святой Библии Слова Бога Живого. Дальше. Сами вопросы были простые. Ответ по Писанию я дал. Но даже если бы не мог сразу ответить, нашел и дал ответ бы позже. А если и так было бы затруднительно, я знаю, у кого можно получить исчерпывающий ответ во свете Библии. Спаси Христос. Еще. Юрий Соболев, куда смотрят миссионерские дела? Куда смотрят? Ты считаешь, что у тебя повествовательная. Ты видишь, что человек говорит, и здесь юмор заложен-то. Ну, маленько, войди в этот смысл-то. Куда смотрят миссионерские дела-то? Опять Лапкин виноват? Ну, маленько, вложи там эмоции. Что ты как полумертвый-то считаешь? Давай дальше. Куда смотрят миссионерские дела? Опять, Югнатий Лапкин виноват. Священник РПЦ Мороз, отец Алексей о состоянии церкви при Гундяве. 10.03.16. Это свеженький материал, свеженький. Вот о состоянии церкви. Это название, видимо, ролик. И вот так он выглядит где-то. Санкт-Петербург. Я вчера о нем зарядил. У-у-у! Его не все на руках носят. Его клеймят, и там, как только не называют, и еретиком, и прочее. Своих. Прямо пожарят. Еще он не объявлен в ересе. Я посмотрел несколько роликов. Раньше еще смотрел. Ничего, нормально, говорит, все. Видно, что живой батюшка, живой, не мертвый. Прямо тут же сразу на него кидается свора своих псов. Юрий Соболев. Интересное выражение мысли встретил у Франка. 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 Есть просто украинский писатель Франко. Отношение между верой и неверием не есть отношение столкновения и спора между двумя мнениями. Видите, какое выражение он сказал? Это... Да. Это есть отношение между реальным избытком и недостатком, между наличностью блага и его отсутствием. Отношение не антагонизма и борьбы, а восполнение, расширение, обогащение. Слабый не может отнять у сильного его силы. К сильному нет надобности бороться со слабым. Он должен только помогать. Вот вчера с Сергеем парализован. Маленький разговор. Смотрите, как вот разговор лежит, пальцы не движутся. И вот и как он усвоит? И только дам. Он ответ дает сразу. Дам, ответ сразу отдает. Дает. Так на него напали теперь. И в тебе, бес от Игнатия. Вчера с ними был, говорил. Ну что, значит, частое причащение. Без подготовки, я повторяю. Не само причащение часто. Можно каждый день причащаться. А именно неготовка. Они делаются, как демоны люди. Дальше. Сергей парализован. Говорит, Воронеж. Фильм, преобразующий время, не новый. Ему более 20 лет. Вот этот фильм, который я в воскресенье говорил. Вот этот фильм зарядите. Советую всем посмотреть. Фильм, это как вот Иван Грозный показывает. Иван Васильевич меняет профессию. Там в прошлое. А это именно в будущее, через 100 лет. Что будет из наших плодов, что мы делали. Как наша мама в Потеряевку была. Посмотреть бы, ребята, лет через там 30 сколько. Что у вас из этого получится с Потеряевки-то. Не знаем. Этот не новый, больше 20 лет. А я вам отвечаю. Я про него раньше не слышал. Сергей отвечает. Я думал, вы видели с вашей любовью к кинематографу. Такое пропустили. А я отвечаю. Я сам не покупал ни одного фильма, кроме Иуда Бен Гур. И смотрел только то, что батюшка купил. Это уже теперь в интернете посмотрел и 17 мгновений весны, и Апостол, и другие. То есть, я ничего не смотрел. Даже 17 мгновений весны вся страна смотрела, я не видел. Вот, не так давно. А Сергей сразу отвечает. Да, я знаю. И потом? Я и сам люблю хорошее кино. Я ему отвечаю. Только что выставил на первой странице здесь в моем мире фото. Как позавчера были мы по Кропскому кафедральному соборе, почти в темноте, подошел к митрополиту Сербии. Там потушили все, одни свечки где-то. Посмотрите на фото, как он весь превратился в искреннюю радость. Трижды меня рассыловал, а потом благословил крестом. Ну понятно, что когда подходят и идут народу несколько тысяч в храме-то, много народу было-то. И священник около 30. Тут ничего нет, только идут и идут и идут. А здесь сразу он изменился, и видно даже, он весь сияет и улыбается. Я и ролик этот выставил. И уже мои соглядатые принесли к себе этот ролик, и там изгаляются. Все. То есть они, вот я показал там, где это. И там и Иуда, и как только они называют. Это прощенное воскресенье. А могут другими? Не могут. Они не могут быть. На них нельзя... Десятки, если не сотни фото выставили порнографических меня и Надежду Васильевну. Там клеймят. То есть голову отрезают и на другие пакостные делают. Ну что сделаешь? Смешно так. Вот почему у меня такая радость. А днем там в алтаре был отец Иаким. И как его встретил митрополит и обо мне спросил. Придули? Сергей, да, я видел. А где они там беснуются? Я говорю, а не видел. Мне это модераторы рассказывают. Но правда мне и смеяться нельзя. А так про себя-то смешно. Они же все неверующие. Богу не верят, не молятся. Только осталось у них, чаще причащаются. Ролик-то из собора вообще был аполитичный. И Иуда, и Ваду, и даже на мытарствах не разрешают пройти. Сразу в ад толкают. И это не гордыня, не прелесть. Выше Бога вознесли их благословения таких же исследователей моих. Этот ролик себе перетащили. Там что-то переставили. Видать, ну и изгаляются. Вот я сейчас сказал о батюшке. Я сейчас покажу немножко. Он там был. Вчера мне выставили. Вот он. Это митрополит Сергий. Алтайский, Барнаульский, Иванников фамилия его. Прощенное воскресенье. Отец Аким там был. Передал ему приглашение на день деревни и прочее. Вот он здесь. Пожалуйста, ничего тут такого нет. Просто показать некоторые фотографии. Что это действительно так. Вот я у него был здесь. Сейчас. Ну, больше нельзя сделать. Покажи. Вот. Ну, посмотри на лицо его. Сколько у него радости. Спрашивает. Ну, как? Как он отца Акима спросил. Вот. Прощенное воскресенье в Барнауле. Несколько было. Я просто показать. Хожу. От нашей сестра Марина. Это мне 23 года. Вот что здесь считает. Вен Спилс, Латвия. 1962 год. 23 года. Знакомца со Святой Библией. Покаяние. Обращение к Христу. Работа моряком. Учеба в высшем малиходном училище в городе Рига. Это мне было 23 года. Эту фотографию увидел. Ну, она там старая. А Сергей парализованный. Смотри, как отрихтовал. Все эти перегибы там. Чернила было. Все убрал. Ну, какой же он мастер-то? Ну, это книги, которые получили. Все люди получают книги. Должны сфотографироваться и прислать. Я целую там высылаю. Серию их. Вот видите, подряд идут какие. В разных областях там и из разных стран. Это наши книги идут. Вот. И священники. Видите, даже ребенок с книгами. Вот, смотри. Это разные люди, где получают книги. А не успеваешь смотреть, наверное? Быстро мелькают? Нет, нормально. Видно? А то я ничего не понимаю. Видишь как. Это вот несколько экземпляров Нового Завета. Смотри, вот сколько. Разные книги. Это все заплатили, это покупают. И он другим как дарил, и какие отношения к ним. Люди стараются. Вот, видишь как. Вот сколько пока. Это за последние дни только. За последние дни. И враги-то ничего не могут сделать. На это вот показывал я, где были. А там в больнице были Надежда Васильевна и Алевтина Пантелеевна Петеримова из Баптистов. Она 41 год как уже обратилась в православие. Старшая дочь, матушка священником Михаилом Фастом. Вот эти дети. Вот это мы в больнице были, ей плохо было. Это ее дочка, а это внучка. Татьяна. Это Казалена звать ее, да? Вера. А это вот, вот я стою рядом тоже с этим, с митрополитом. Дальше идем. Тут темно вообще было. А свет это от вспышки, от аппарата. Полная, ну чуть-чуть, как говорится, контуры видать было. А тут... Это Михаил идет тоже, да? Да, Михаил идет. Вот теперь. Ну это дальше уже пошли, это наши. Это вот какие фотографии я вставил. Около 70 фотографий. 69 кажется. Видите как? Это Покровский собор. Ну не знаю, фотографии так показывает наклонным его. Он не падает. Ишь, все тут. Это, видимо, чтобы все это захватить. Вот это у нас занятия были. Фотографии какие показать. Ну это я иду уже от митрополита. Вот. Сейчас показать просто. Ой, что-то тут не сдвинулось. Вот тут. Виктор был. Сашенко. Вот. Это наша. Это Аллочку мы тут расцеловали. А то у нас стоит написано. Это собирают милостыню. Вот. Это наши надписи какие. Это фотографии какие есть. И вот здесь я сфотографировал. Новый построили дом. Многоэтажем. Буквально закрывает. Это единственный собор был. Барнауль. Да сейчас около 20, наверное, уже. Ну вот и все. Нужно теперь мне вернуться на первую и показать, какая у меня страница. Вот она. Сколько у нас видео? 2776. Это она только здесь. А там 4250, наверное, на ютубе. И фотографии. 18915. Вот так. И вот это получился на первом месте, который не то, что надо делать. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Это одинаково. Одинаково. Значит, можно убрать. Попросили опубликовать вот это. Нашелся человек, который говорит, что приедут, хотят к вам попасть. Такие это. Вот. Он пишет, что мне. Так у нас деньги есть. Мы сами построимся. Насчет мусульманства мы хотим правословие принимать. 60 человек. Мы не пьющие, не куряющие даже на праздники. Этими делами не и занимаемся. Пчел разводить не умеем. Скотины всегда занимались в магазин, продукты. Да. А почему у вас дома, Игнат Тихонович? Почему? Почем? А почему у вас дома, Игнат Тихонович, готовы? И почем земля в вашей деревне? Он, я вижу, задает вопросы. А потом, вижу, он начинает лгать. На это тоже модераторы все взяли из интернета и ко мне переслали сюда, на наш форум. Об вас в одном и речи не было, а только 60 человек, которых мы готовы принять как христиан. В данном случае вы говорили неправду, а это у нас первое условие продолжения разговора. Не лгать, не пить, не курить, не сквернословить, не воровать. На этом нашу с вами переписку полностью прекращаем. Храни вас Бог. Ну и вот этот человек, я не знал его, как он, показали, как он выглядит. Вот запомните его, попросили в первых часах. Вот вторая, вторая фотография и третья. И что дальше написано? Кто он такой? Справка с Аварбек Алмазом, настоящее имя этого человека. Караганда, 27 августа 1975 года рождения. Учился Караганда, Казахстан, 8 школа. В Караганде, если в той местности кто-то есть, можно проверить, так или не так, что же ему надо. Дальше что он делает? Далее человек будто съехал с катушек. То есть когда я ему ответил, что ты обманщик, все, разоблачилось, никаких людей нет. А мы уже раскрыли объятия, 60 человек могли принять. Уже в прошлом году они построились, уже жили полной свободой, своим тейпом. Дальше. Он сделал и продолжает делать десятки, а то и сотни порнографических картинок с Игнатием Тихоновичем, Надеждой и Васильевной Лапкиными. Он подставляет эти фото везде, где только может. Поэтому просим показать крупные его фотографии в нескольких выпусках, желательно в начале. Пусть знает его в лицо, пусть помолится о его в разумлении. Его настоящая фамилия, имя отчества Ивсоварбек Алмазов, ему 40 лет. Чувствует себя похоже на 12 лет. Как будто бы совершенно ребенок 12-летний. Покажи его еще. По интернету поищите, специалисты как-то. Ну надо узнать, что человеку нужно. Ну нарисовал. Путина рисует там с рогами. Патриарха, сатана. Ну это твои дела, не мои. И раз они что-то делают не то, это означает в настоящем еще за мной нет. Тут надо еще дальше смотреть. Вот так. Я сейчас покажу, что поступили новые вопросы. Я его... Да я неправильно это сделал, что так... Надо другое было открыть. Вот. Вот, вот она. А? Сейчас посмотрим. Это наш форум, вот он как выглядит. И вот что здесь. Григорий, позвольте задать вам Игорь. Так, а подожди. Так это... А этого не считали? Это не считали. Ой, это не то совсем. Что тут у меня? Теперь надо вернуться назад. Новое сообщение. И вот где вопросы идут. Какой вопрос? Вот сюда вот. Посмотрите. Не приготовленное. Ну, давай считай. Тоже не с самого начала. А может еще раньше зайти? Я не знаю. Ну да, еще раньше. Это вопросов накидали. Тут я не успевал их смотреть. Ага, вот они вопросы пошли. Эта девушка была. Этот был. Этот много что-то писал. Вот этого не было. А что перед этим? Кто такой? Дмитрий Деревянко. Тренируй тело, береги душу. Вот он какой веселый. О, что тут? Здравствуйте, Игнатий. Как мне быть? Уже полгода не могу заставить себя пойти в церковь. Нет ни девушки, ни жены. Хотя очень хочу семью. А в голове бардак. Подскажите, пожалуйста, как мне быть? Ну, что сказать. Ну, бардак в голове. А зачем в церковь-то тебе идти, если во Христа не веришь? Выпросил Бога милости, чтобы Он дал тебе Духа Святого, через которое ты уверуешь во Христа. Не ходишь в церковь? Ну, и ходил толк на какой. К тому же все и пришло. Делать там нечего в церкви. Занимайся, пока тебя Господь. А ты видишь ад. Первое слово ад. Вот это вот. Ад тебе что даст? Вот я пересчитаю. Ничего тебе ад не даст. Ну, и проси у Бога милости. Ходи в церковь, когда где проповедь. И читай Библию, молись. Господь усмотрит. Это вот это вот. Дальше, следующее. Сюда, вперед. За мной следи, я могу нажать не туда. Дальше что? Артемий, Черняк, город. Город Запорожье. Это, видать, кронштадтский. Это, скорее всего. Дальше что? Здравствуйте, Игнатий. Какая же у вас деревня, благодать и красота. Спасибо вас, Христос. Как батюшка говорит, ведрами черпаем благодать. Люди, обыкновенные люди. Но у нас везде дисциплина. Мы сейчас прочитаем, какие уставы в деревне. Это что-то тут, кто пишет? Александр Русский. Это Русский. Большие вот такие ставят. Я считать не могу. Вы сами прочитайте. Жанна Ефанова. Шоуп терпения плюс счастья. Пишет. Жанна, это Иоанна. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня к вам огромная просьба о молитве. Моя дочь живет в гражданском браке с человеком, который пьет. Бьет ее систематически. Теперь еще она потеряла работу. И сама курит и пьет. И вдруг она мне заявляет, что уезжает с ним в Москву. Будет с ним там снимать квартиры. Будет там работать. А это для меня далеко. Я не могу жить в постоянной неизвестности. Потому что она будет с ненадежным человеком. И там все-таки Москва. Мне за нее страшно. Я не хочу эту отпускать. Но она меня не послушает. Прошу вас умолиться за то, чтобы она никуда не уехала. Это я не могу молиться об этом. Ее зовут Вера. Не могу. А что тут написано? Ей дан ответ на странице ВКонтакте. Игнатий. Молимся только вместе с нами. Звоните в скайп. Игнатий, сбередурительно написав, согласовав. Время возможно после утренней молитвы в 3 на 0 по Москве. Пример есть. В моем мире, где отец Сергий Дудин через скайп присутствовал на расстоянии с нами в молитве. Ну вот такое дело. Это за меня уже отвечают там где-то. Но для неверующих закона никакого нет. Гражданский брак. Такого нет названия. Или жена она, или прелюбодейка. И раз живут неверующие, вы ничего не сделаете. Надо думать было, когда еще во чреве он был ребенок. Молиться. Даже когда его не было еще молиться. Ну и все остальное упущено. Чтобы она не уезжала, я должен молиться. Никак это нет. Только чтобы обратилась. Поверила во Христа. Жизнь свою посвятила для Господа. Читала Святую Библию, молилась. Дальше. На что она дала такой ответ? Я просто не знаю, как звонить в скайп. И что же мне теперь делать? Я не умею. Кого просить, не знаю. Ну, да нет еще. Евгений Лето. Батюшка Игнатий. Вы православный по старому обряду? Ну, я православный по старому обряду. Что значит по старому обряду? Пальцы-то складывают двуперстно. Мы так приучены с детства. А остальное это все, как говорят, по-никаньянски. Так. Но есть изменения. Духа Святого считаем. Символ Духа Святого, Господа Истинного. Животворящее. Это слово мы вернули. Но остальное это все так же. Вот сейчас Господи Владыка Живота моего считает молитвой Великопостной. Из нее тоже выбросили. Дух праздностью, ныне люболочали празднословие и сребролюбие. Сребролюбие выкинули. Включить его надо. Потому сребролюбивые такие. Имя какое-то у него. Вот имя какое-то. Китайское. Так, что он? Добрый нам ночью, Игнат Тихонович. Посмотрел ваше видео, письмо руководства ИГИЛ. Тронуло до слез. Спасибо большое. Видите как. Василий Стасьев. Я вот попутно хотел сказать. Скажу, да вы мелочь занимаетесь. Вот которые люди ничего не знают. Там про масонцев. Всегда рубашка расстегнута. Зачем? У тебя тут пуговка, петелька есть. Почему не застегнуть? Все абсолютно. Все. Или галстук, или расстегнута. Галстук снял, скорее расстегнут. Почему? Норма, которую указали масоны. Вот это и есть масонство. Много смотрел ваших видео. Нравится ваша удушевная сила и стойкость, и душевная красота. Помоги, Господи. Мы желаем блага. Но только я просто объяснил, что это такое. Ну попробуйте. В армии попробуй расстегнутый. Я в армии один раз только видел, как другого наказали за расстегнутый воротничок. В армии. А это 61-й год был еще. Все. Его наказали на кухне работать там один день или что. Я больше не расстегнулся ни разу. Со стороны. Другого наказывают, а ты учись. Роман Игнатью Тихонович не так давно в литературе встретил отечения змеиных баптистов. Кто они такие? Чем суть их улучшения? Не знаю. Я знаю баптисты ближе всех к православию. Люди чистые, сказать. Очищенные через Слово Божие. Но они не церковь, потому что нет рукоположенного пастырства. Единственное. Да, остальное, чтобы признали каноны и толкование церкви. Этого бы достаточно. Любомир Богоявленский. Миром Игнатий Тихонович. Я сам инакомыслящий. Потрясающе. Очень классно. Вот это. Мощи там, видать, взял. Ноги отпилили. Это вот любители мощей. Теперь промывает, обмывает. А он разрешал вам это делать. И стоит там, митрополит, обмывает. Христиане. Миром Игнатий Тихонович. Что значит поступить по-христиански? Когда говорят просто христианин, это, знаете, не православный. Православный не боится. А христианин это какой-то секте принадлежит. Что поступить по-христиански? Как написано в Слове Божием. Как Господь повелевает. Дух положит это в совесть. По-христиански, значит, по-божественному. Вот сколько сегодня пришло. Сергей. 42 года в Новосибирске. Игнатий Тихонович. Почему Бог не уничтожит сатану, зная о том, что через тысячу лет сатана все равно будет баламутить народ? Ну, почему? Вопрос-то к кому? К Богу. А где, говорит, с кем бы ты боролся? Ну, допустим, вышел ты бороться, борется. А не с кем бороться, тебе награды никакой нет. И он боролся с сатаной, одержал победу. А Адам был в раю и потерял рай. Эстель, 25 лет, Санкт-Петербург, Россия. Игнатий Тихонович, вот я вижу, что верующие любят обвинять во всем дьявола. Получается, что все грехи на себя взял вовсе не Иисус, а дьявол. Во многом виноваты сами люди. Правильно. Там написано, проклинает грешник, проклинающий сатану, проклинает самого себя. Сиарахов говорит. Хороший вопрос задали. Правильно понимать. Дальше. Олег Сергеевич. 15 марта. Москва, Россия. Игнатий Тихонович, как считаете, многомилостивый или Бог? Да. Если человек покаялся, а потом опять согрешил, а потом опять покаялся и так далее, Бог его прощает? Ну, если даст, иногда даст прощание. Бывает и так, что согрешает несколько раз. Я слышал рассказ такой. А сатана в это время смеется. А он молодой, монах, и впадал в грех. Там, послушник ли кто. Кого ты прощаешь? Да ты посмотри, какой он. Господь говорит. Ну и посмотри. А он смотрит, а он уже мертвый. Его покаяние принято последнее. А он уже мертвый лежит. А сатана бьет по мертвому трупу. Дальше. Или скажет. Да зачем мне такой сын нужен? К примеру, человек оскорбляет людей постоянно. Ну, не надо это надеяться. Затауз говорит, не поощряем это. Но сколько раз упал, столько раз и вставай. Не отчаивайся. И Нил Синайский говорил. Согрешить это дело человеческое. Ну, грех обладает силой притяжения. А отчаиваться дело сатанинское. Никогда не отчаивайся. Самая безнадежная была ситуация у разбойника на кресте. Все. Не выйти, не крещение принять. И будет первый в раю. Христианин пишет. Игнат Тихонович, кто такие бессеребряники, если такие в наше время? Да. Можно ли ему выжить в нашем мире, в наше время, если он так будет жить? Меня так и ждали. Игнатий Бессеребряник. Я с деньгами. Почему? Я работал. И работал очень сильно. Почти все время у меня три нормы было. И получаю деньги. У меня оставляют сколько? А это по тем деньгам у меня было 10 до 15 рублей. Те при советской времени. Это самое 2,2 прожи даже. И я жил. И меня так и звали. А потом коснулось деньги занимать кому-то. А нет, а я их раздал. Я в первых уже три дня все раздавал. Я решил, деньги должны быть, там, помочь. Где, по-настоящему-то. А тем более занялся, когда издательством книг. Тут уже миллионы пошли. Миллионы. А минимальная пенсия у меня. Минимальная. И Бог дает. Лилин пишет. Игнать Иханович, с чем связана продолжительность Великого Поста? С чем связана подготовка к Пасхе? И дальше так установили святые отцы. И дальше Златоуст говорит. Бог берет себе десятину. Пять дней в неделю. А суббота, воскресенье разрешается растительная масса. То пост уже нарушен. 5 и 7, 35. И первый день поста с вечера до утра. Это начинается как? Это еще одна суббота в конце. 36 и полдня. 36,5. А 365 дней. То есть десятину Бог берет. С чем связано? С постом сорокадневным Христа. Считается так. 36,5. Ну, так сорока подгоняет. Странник. 37 лет. Москва, Россия. Игнать Иханович. Религия учит не смирению, а нетерпимости к любому, кто мыслит иначе? Да, это религия учит. Религия. А Христос этому не учит. Вот которые сегодня в миссионерские отделы где-то, вот этом она их учит. Нетерпимости к любому, кто мыслит иначе. Поэтому они видят, где-то разговаривают, там молюсь, баптисты, тут нападают, они не понимают вообще ничего. Это самая большая дыра в преисподнюю, в миссионерские отделы. Они всех делают врагами. И главное у них это Дворкин. Человек, который с двойным гражданством приехал, болевший там шизопренией, наркоман, ему такую власть дали. Это разрушители России. А после чего, я еще к этому добавлю, чтобы смириться перед Богом. Ты, душа с телом так связана, Златоуз говорит, что наказывая тело, мы вращуем душу. Так наказываем, когда ребенка, свою плоть. Ярослав Большаков, 28 лет. Игнать Тихонович, можно ли отмечать день рождения в пост? Вообще его нельзя отмечать. Златоуз говорит, не отмечай, потому что Ира-то отмечала и кончилась гибелью пророка. Вот хотите что-то подарить, там, у кого день рождения, там, на другие дни, просто от доброты. А день рождения никак не отмечается. В эти дни посещая больных, ну, если есть возможность, причаститься можно. А что значит отмечать? Это выпить? Дети даже не пьют, но на лютом там боржоме какой, ну, чокнетесь. Чокнутся ли? Тут еще чокнулся. И тут тоже, когда стакановый бью друг друга, чокнулась, называется. Инкогнито, замужем. Игнать Тихонович, какая религия не истинная, кому не верить? Какая религия вообще Бог не восстанавливал. Есть принять Христа, впустить в свою жизнь, покаяться, веровать. И не верующим в Сына Божия. Вот начинают говорить, у нас один Бог с евреями, с мусульманами, нет, не один Бог. У нас Святая Троица. Святая Троица. Хотя и Югова, есть это имя у евреев они, но они полноты не знают. Это один Бог-то, с евреями. А у мусульман Аллах, свойства другие. Почему в Йемене, кажется, там, где Тунисе, запретили христианам Йемена, а Аллах произносить даже. Вот и все. Он другой. Совершенно это другое божество. По всем признакам, как они показывают. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына, не имеет и Отца. Куда это деть? Деяние 4.12. Нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спасать. Нет. Нету, и все, я христианин, проповедую это. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына Божий не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Все. Религии нет, есть истинный Христос. Религия есть, но это... Дальше. Лелика, 17 лет. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, как церковь, Бог относится к палачам? Очень нужно для доклада. Заранее спасибо. Ну что, палачи, сатана как относится, так и относится. Погибшие люди. Жизнекосер. Ну вот она поставила, что можно сказать, что она рекламирует ноги свои. Голова-то где, ничего нигде не видно. Я, друзья, никогда таких не принимаю. Это не фотография, это просто так, мумия. Владимир Сарвас, Штугард, Германия. Миром вы стремитесь стать святыми или совершенными? Как вы это делаете, если стремитесь? Ну, как жизнь во Христе, по заповедям Господним, ежедневно молиться. Вот я пенсионер, теперь мне это как бы проще. Не менее семи раз в день прославляю тебя за суды правды твоей. 118-й Псалом, 164-й стих. А что вы отделяете с совершенными? Совершенную? Никто не совершен, один Отец Небесный совершен. Он никто не благ, только один Отец. Но к этому надо стремиться. У нас показан оригинал, которому Бог. Будьте святы, как я свят, Господь. Хотя никогда таким ты святым не будешь. Это через заповеди Господни, исполнение, через исповедь, причастие. Причастие дает человеку жизнь. Жизнь, не прощение грехов. Прощение, когда священник разрешает от грехов, перед исповеди. Это в исповеди. Ну и вот. Дальше. Еще раз. Игорь, 1982 год. В контакт постучался человек, предлагает открыть кундалини и прочее. Помогите продолжить с ним беседу. Да. Кундалини это медитация там они занимаются. Да, да, я эти смотрю. Григорий, позвольте задать вам один вопрос. Интересно вам узнать, что такое кундалини? Стремитесь ли вы развивать свою душу, познавать себя? Ищите ли вы истинные знания о всем, что здесь происходит? Если вас заинтересует, мое предложение дайте знать. Я этим интересуюсь. Без всяких кундалини. Христос, Святая Библия. Для меня она в переводе синодальном. Только синодальный. Другие вообще не признаю. И в дом не запущу. Игорь, неинтересно. Я исповедую христианство. Бог запретил людям заниматься теми практиками, которые вы предлагаете. Развитие души должно происходить через чтение Библии, молитвы, милости, недобрые дела. Да, аминь. А Григорий, ну у каждого свой путь. А где это написано, что Бог запретил заниматься там то и тем-то? Да, Игорь. Второзаконник, глава 17. Когда ты войдешь в землю, которая дает тебе настоять. Вы дальше прочитаете, вот где написано, что. Правильно отвечает. Абсолютно правильно Игорь отвечает. Григорий, может я не умею читать между строк, но того, что вы мне говорили, я тут не видел. Ну это вот. Дьявол ослепил. Прошу подсказать, как отвечать дальше, спрашивает. Дальше. Александр Орфеев, здравствуйте. Хотел бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Одну девушка пытался изнасиловать сотрудник правоохранительных органов. Она оказала сопротивление. Поцарапала ему лицо и бутылка разбила голову. После этого убежала. И вот подруги ее осудили. Сказал, что она согрешила, что не имела права поднимать руку на сотрудника правоохранительных органов. Они начали ей говорить, что она не должна была вообще сопротивляться, а просто довериться Богу. И только после изнасилования она об этом могла обратиться в правоохранительные органы, чтобы те по закону сами насильника наказали. А поднимать руку на сотрудника правоохранительных органов грешно. Расскажите, пожалуйста, от ситуации. Вопрос первый. Согрешила ли девушка перед Богом? Второе. Согрешила ли девушка перед законом Кесаря? Третье. Опять соправедливо ли обвинение вокруг подруг девушки? Ну что там справедливо, ничего нет. Вот холодное лето 1953 года, и там на острове преступники захватили. Ну а там один из них заключенный был по политическим мотивам, а он в разведке был, капитан разведки в войну. Ну и там он только на эту девку-то расположился, один молодой парень-то. Он сзади его кельжалом и все. Вот это вот, если бы было где-то, я против этого, но это самое действенное. Сотрудник милиции. Какой это сотрудник? Сатана, оборотень. А вот сначала пускай он сделает, а потом иди и жалуйся. Такого даже не слыхал. А что нужно было делать? Ну что сделать? То она и сделала, что сделала. Она его не убила. Котова, добрый день, у меня два вопроса. Первую неделю назад исповедовалась, причастилась. А сегодня узнал, что через неделю мне назначена операция. И сегодня же наступили женские дни. Извиняюсь за подробности, но у меня они довольно долгоиграющие. Я хотел исповедоваться и причаститься накануне операции в ближайшие выходные. Но получается, я не смогу из-за этого женского конфуза, кавычек. Мне страшно ложиться на операцию с грехами. Все может быть. Как мне быть? Неужели нельзя хотя бы исповедоваться в заканчивающейся женской нечистоте? Что посоветуете? А причащаться, наверное, точно нельзя. Нельзя. Миг в этой не было у вас. Дальше. Второе. Если вдруг по каким-то причинам мне дадут благословение на причастие в воскресенье, а у меня в понедельник операция утром, я смыщусь от того, что наркоз могу перенести плохо. Всякое бывает. У меня, извините за физиологию, будет рвать. С момента причастия еще и суток не пройдет. Как тут быть? Не причащаться, чтобы не историть святые дары? Конечно нет. Разговора нет. Мы были в Болотном здесь, а служил отец Александр Пивоваров, божьей милостью проповедник. Он кандидат богословских наук, секретарь епарки новосибирской. И тоже меня спрашивает. Женщина с севера приехала принимать крещение в полном погружении. И вот у нее такой период. Что делать? Ничего не делать. Пусть сидит, ждет. Так она на работу. Ну, пускай едет на работу и приедет в другой раз. Никогда не нарушать это правило. Никогда. А в поводу рвоты тоже, как бы, она обоснована? Ну, она правильно говорит. Я читал, что просто причастие, но не выходит, как обычно, у человека с продуктами. Все, все, вырвет и даже разговаривает. Держи. Ксения, 1926 год рождения. Здравствуйте. Можно ли делать маникюр с нанесением на ногти цветных крестов? Ой, еще что. Ну, даже не слыхал только. Это не ко мне. Я понимаю, что вопрос звучит более или менее абсурдно. Но все же, считается ли кощунством и богохульством наносить на ногти такого рода изображения? Многие символики флагов наносят, на которых также географические кресты. Хотелось бы христианскую точку зрения на этот вопрос услышать. Нельзя. Запрещается. Категорически запрещается подкрашивать тело. А зачем женщина красит? Янгратоуз говорит, что если Бог тебе не дал красоты, то оно полобало, полрубля, а ты ее не купишь в краске. Если у тебя нет красоты, ты еще более безобразно и делаешься. Ну, ведь понятно, что краска не твоя, намулевывается, идет. А Ефрем Сирин ответил так. Для чего женщина красится? Чтобы завлечь чужого самца. Больше ничего нету. Для мужа это не надо. Андрей, можно ли ходить в церковь после бани? Добавляя еще, как помылись ванны в душе. Наоборот, после похода в церковь можно ли мыться в ванной душе? Вопрос вообще непонятный. Какое отношение церковь и баня твоя имеют? Вообще непонятен вопрос. Никакого. Мойся ты и ходи в церковь. Ну, ты вообще даже не знаешь, что. Теперь я показываю у нас YouTube, вот какой, видеоканал. И вот здесь главное нажать, вот слева видно, где главное. И тогда откроется, вот ежедневно у нас выставляется «Жития святых». Послушайте, это я читал еще, насчитывал в 80-е годы. И вот нашелся человек, да будет он благословен у Бога. Вот выставляет, каждый день на это идет. Все на этом. Будем сейчас другой ролик готовить. Во славу Божию. Теперь пока во время поста эти ролики, вот эти, ежедневные, они будут намного короче. Потому что у нас и времени нет уже.